Сегодня у нас первая тренировка по постановке удара. Как это ни странно, или на самом деле наоборот, странного нет ничего в этом, но тренировка удара начинается не с удара. Потому что для того, чтобы бить, надо сначала научить скоординированно работать те структуры, которые в ударе будут работать. Дело в том, что все в ударе происходит достаточно быстро. То есть быстро мышцы сокращаются, быстро происходит контакт, быстро происходит противодействие, напряжение. То есть все механизмы, которые участвуют в стабилизации их конечностей и всего тела, те, которые замыкаются в демпферы, чтобы не было поглощения силы удара, они работают очень быстро в миг удара. И если удар тренировать непосредственно самим ударом, то таким путем можно конечно пойти, нанося там удары сначала очень тихонечко, потом сильнее. Но не факт, что у всех это получится. То есть у половины людей получится, у половины не получится. То есть кто-то метабилически быстро достигнет правильного понимания, кто-то, ну как, владает меньшим самоконтролем, и не получится. В итоге будет неправильная техника, она будет изломана, и в итоге травмы будут. И получится, что воздух одним способом человек работает, а на снаряде начинает работать совершенно другим. Что и можно видеть очень часто в объяснениях некомпетентных людей, которые на макеваре показывают. На макеваре плохо работать, когда вертикальная макевара, потому что она вот загибается, и поэтому приходится поднимать плечо, локоть. Это травмирует локоть. Если ты не умеешь работать, будет подниматься плечо, и локоть будет подниматься, а что-то потом не будет подниматься. В общем, что надо не подниматься, а что не надо поднимается. Для того, чтобы все работало правильно, нужно научить работать правильно со структурой. Человек обучается что-то делать всегда через медленную работу. Ребенок учится ходить. Он ходит медленно. Он думает даже, как ногу поставить, переступает. Человек, играя на гитаре, предположим, медленно ставит аккорды. Медленно, потому что у него быстро не получается. Человек, который делает какие-то манипуляции мелкие пальцами, он там учится на часового мастера или радиолюбитель. Он делает медленно все манипуляции, чтобы научить свои мышцы скоординированно работать, делать какие-то манипуляции. И в ударной технике все то же самое. Он говорит, ну тут же не такая мелкая моторика. Да, он рука, она большая, она двигается. Не надо так учить. Дело в том, что, да, саму траекторию приема выучить достаточно легко. Самое сложное, это не межмышечная координация, хотя она тоже заслуживает того, чтобы ей посвятить внимание большое. То есть, ну, так обучение и межмышечные координации тоже желательно делать медленно, чтобы быстрее научиться. Самое трудное, это внутримышечная координация. Дело в том, что мышца состоит из разного рода волокон и из очень большого количества. Там есть быстрые волокна мышечные, медленные мышечные волокна. Одни сокращаются молниеносно быстро, другие чуть медленнее, а третьи вообще медленно. Четвертые, они в изометрии любят работать, то есть, они максимально силы изометрии достигают. И в итоге, это очень хорошо, что они разные все, потому что они в ударе все нужны разные. Если бы существовали только быстрые волокна, то был бы быстрый старт, но в тот миг, когда произошло бы касание и нужно было бы продавливать дальше, то есть, от момента контакта на протяжении фазы разрушения, то есть, когда мы проникаем через тело, ну, через поверхность тела противника внутрь, ее сопротивление тканей, уже бы не было структур, которые могли бы сопротивляться. Они дали быстрый старт, быстрые волокна, а сопротивляться все разрастающие нагрузки на тани уже не могут. Здесь должны подключиться другие, те, которые работают более медленно, потому что в этот миг удар все-таки немножко замедляется, и он тем больше замедляется, чем мы дальше проникаем внутрь. Это естественно вполне. И там подключаются другие волокна. следующее, следующее. И вот эта цепная передача, одно за другим, следующее, и дает нам возможность бить очень сильно. В самую последнюю фазу, подключая самые медленные волокна мышечники, которые работают в статике уже. Они самые сильные, потому что человек максимальные веса может удерживать именно в статическом положении. То есть, предположим, с пола не может поднять тонну, а на плечах удержать может две, условно говоря. Вот так вот. То есть, мышцы напрячь так, что он будет держать. Если не может, предположим, из полного приседа поднять там какой-то вес, то из, когда ноги чуть-чуть согнуты, может поднять, потому что там уже подключаются волокна, которые работают более медленно. Он не может быстро поднять шкаф, но медленно, он может его поднять. То есть, самые сильные волокна – это те, которые немгновенно срабатывают. Те, которые срабатывают быстро, дают нам старт. Максимальную силу и контракцию дают нам те, которые работают медленно. А вот их нам и надо научить, потому что быстрые волокна, они как раз обучаются очень быстро. Очень быстро. А медленные, они как раз обучаются, они медленные во всем. Это как у людей сам темпераменты. Один холерик вспыльчивый, там все такое прочее, да? Он быстро все делает, успевает везде, он обучается быстро, талантливый, а другой такой меланхолик, он такой, это ему все трудно дает, он долго такой, скрупулезный такой, но если уж ему что-то в голову вбили, он это не забудет никогда, а тот быстренько экзамен издал и забыл на следующий день, что он там учил. А он всю жизнь будет помнить, условно говоря, да? То есть вот это как бы такое. Вот и эти мышцы тоже, волокна, если они запомнили, то это навсегда уже все. И вот они-то нам как раз и нужны очень сильно в ударной технике, потому что быстрые волокна, они дают нам старт для чего? Чтобы вынести ударную поверхность, как я говорил на самой первой лекции нашей, для доставки энергии массы всего тела в какое-то место. То есть мы быстро выбросили руку туда, куда доставить нам надо, но максимальную силу произвели всем телом. А это происходит только тогда, когда выброшенная рука зафиксирована, все закимировано, нету демпферов, и мы продолжаем это давление. А чем оно продолжается, давление? И вот мы к тому приходим, что когда уже рука закрепостила, то есть уже рука выпрямлена практически полностью, все сработало, что можно. Что может телу дать дополнительные продвижения вперед? Ну, массив всего тела. Только ноги. Ноги. И поэтому, как это ни странно, в ударной технике рук, если мы работаем на силу и на постановку, превалирующая работа идет на ногах. То есть ноги. Не столько руки выбрасывать надо, сколько следить за тем, как работают по перемещению тела ноги. Потому что, если мы хотим, конечно, быстро и ловко бросать, научиться руки, чтобы попадать очки, зарабатывать, это, скажем так, одно. Тут можно научиться не вбрасывать все тело в удар так, как надо, а быстро, перемещаясь в том числе на ногах, вбрасывать руки туда, куда надо. Но если мы хотим поставить пробивную технику, нам неминуемо нужно научиться заносить в удар все тело. Это могут сделать только ноги. И вот мы подходим к тому, что при ударной технике на макеваре нужны подводящие такие упражнения, которые позволяют в медленном режиме нам проработать некоторые фазы приема. Особенно конечную фазу приема, где подключаются, что я тебе сказал, самые сильные мышцы. Самые медленные и самые сильные мышцы. Ответственные за перемещение тела. Мышцы ног. Медленные мышцы ног. То есть медленные мышечные волокна. Не быстрые, а медленные. Вот. А также те волокна мышечные, которые ответственны за стабилизацию тела. Потому что как бы мы в удары не вложились, но если, предположим, в спине стабилизации не будет, спина выгнется в момент удара, и весь удар поглотится в собственном теле. Туда ничего не уйдет. Все уйдет сюда. В собственную спину. И туда ничего не влетит. Туда влетит только тогда, когда тело будет представлять из себя монолит. Памятник Ленину. Туда залетает, как супермен. Вот тогда да. А если, предположим, у него верхняя часть СМ-туловища с нижней будет соединена пружиной, и мы его туда быстро задвинем, он согнется, и ничего туда не залетит. Все очень просто, да? Вот. То есть на уровне вообще понятийном, на уровне логики и сам здравого смысла совершенно понятно. Если биомеханическую модель построить, там это даже можно вывести все математически в форму. Что на самом деле для понимания самого глубокого в общем-то даже это не нужно. Это больше для таких фанатов, как я. Все формулы, там все такое прочее. Для бойца важный принцип понимать. Вот. Значит, и получается, что? Значит, мы делаем сейчас упражнения, которые ответственно за конечную фазу приема. Не за конечную фазу приема. А за почти самую, за почти конечную фазу приема. То есть за ту фазу приема, когда уже рука пришла на мишень и начинается самая непосредственная работа. Для многих бойцов в этот момент работа заканчивается. Как это очень часто можно видеть. Человек работает по мешку, по боксерскому, по снаряду или по чему-нибудь еще. Он наносит мощные, казалось бы, там удары. Щелчки громкие на весь зал. Перчатки хлопают. Вообще мешок просто капитально. Вот. И вроде бы он даже сильно бьет. То есть прям видно, что он прям сильно вкладывается в удар. И все. Это действительно так. Вопрос только в том, на какую глубину он туда бьет. Можно бить по поверхности мешка, можно заколачивать на 5 сантиметров, а можно заколачивать на 25 сантиметров. Это разные вещи. И очень часто боксеры становятся, я это не выступление маленькое сделаю, с заложниками ситуации в чем? Они говорят, ну я, говорит, забиваю, нет, я, говорит, стараюсь пробивать мешок-то поглубже. Сантиметров на 10-15. Они забывают о том, что перчатка тоже проминается. Где-то на 7 сантиметров. Ну в общем на всю толщину практически. Потому что если предположен попасть в перчатки, в локоть, то спокойно костяшками можно локоть ощутить. То есть перчатка проминается на всю глубину совершенно легко. Вот. И в какую-то часть проминается мешок. В итоге человек думает, что он туда заколачивает на 10 сантиметров, но из этих 10-7 это перчатка. То есть на самом деле в глубину мешка-то туда ничего не залетает особо много-то. Вот такие-то пироги. И вот получается, что в миг удара по поверхности мешка для многих удар уже заканчивается. То есть он в этот момент происходит максимальная концентрация и всплеск энергии и все. А так как он привыкает работать вот на этой дистанции, чтобы доставать так, как надо, он и в реальном-то бою примерно к противнику становится на эту же дистанцию. В итоге он попадает до противнику барьёбром, в голову даже падает, в лоб там все, а нокаута нет. Ну, вроде удары-то очень сильные, но не потрясают противника. Потому что сама дистанция, она подобрана таким образом, что вот как он привык работать по снарядам. А он привык заканчивать, я уже сказал, где. Здесь же на макиваре что получается? Здесь волей-неволей мы видим, где заканчивается движение. Оно заканчивается тогда, когда боёк касается отбойника сзади стенки. То есть мы не можем, на мешке не видно, там нет отбойника. Там оно непонятно, где ты закон... Ты можешь один раз ударить на 5 сантиметров вовнутрь, а другой раз на 2. Особенно, когда перемещаешься, ты вообще можешь даже не понять, где оно закончилось. Здесь бы как-то не перемещался, вот там около макивара, но если ты не добил до конца, значит, получается, что ты не добил. Значит, меньше в этот раз ударил. И в итоге можно добиться повторяемости полной каждый раз, понимаешь, да? То есть постоянно добиваясь. Какой бы ты дистанции по атаку ни делал, тебе придётся довести так приём, чтобы обязательно произошло касание. В итоге ставится такой приём, который становится как патроны в рожке автомата Калашникова. Одинаковые. То есть они один в один. Нет такого, что ты заряжаешь рожок, а в нём один патрон с резиновой пулей, в другом пороха меньше, в третьем ещё что-то. В итоге ты стреляешь по одному патрону и вдруг получилось ты попал. Ну, это, блин, оказался холостой патрон. Или с резиновой пулей. Вот и так обидно ты попал. А если это реальные боевые действия? А те, которые были заряжены по-настоящему, ты не попал. Так вот надо что добиться? Надо добиться того, чтобы все удары были одинаковые. Пусть они не будут все супермощные, но они будут одинаковые. Тогда можно хорошо прогнозировать эффект от достижения техникой противника. То есть ты попал, то ты должен представлять эффект, который будет. А не то, что ты попал и ты не знаешь, что будет. А знаешь, ты потому, что знаешь, что если ты попал, ты в любом случае на 20 сантиметров в него заколотил. В грудь ли? В живот? Или по башке дал так, что она на 20 сантиметров переместилась назад. Это если в лоб. Если в лицо дал, значит, сломал кости лица. И они тоже переместили вовнутрь. Это на самом деле не фантастика какая-то. Я в травматологии когда работал, то я лицевой череп замятый вовнутрь вообще видел не единожды. Когда скуловые кости ломают, человек приходит, у него пол лица вовнутрь. Кажется, как в фильме ужасов, он мертвый должен быть. На самом деле это страшного нет ничего. Скуловой мототросток с пальцем толщиной потоньше даже. Он вот так вот просто держит лицо как форму создавая. И он когда ломается, то просто в этом месте провисает кожа вовнутрь. Там это выправляют эту кость. И все, да. И ничего страшного вообще нет. Но внешне это выглядит ужасно. Кажется, что человеку сломали голову. Что у него пол лица внутри ушло. Еще глаз, когда при этом провисает вниз вот так. Это выглядит ужасно. То есть лицевой череп заминается вовнутрь только так. Мы этого не видим на соревнованиях по боксу только в силу того, что там перчат.